так вроде бы техника аппаратура налажено все в порядке продолжаем работу значит чем отличие этого семестра от прошлого в идейном концептуальном плане мы все продолжаем те же модели те же уравнения да и в общем там часто похожие методы на то что было но с одним отличием наш этот семестр будет делать акцент в основном на многомерных моделях прошлом тоже что-то у нас было потому что уравнение лапласа мы исследовали в достаточно общей ситуации там фундаментальное решение в рн у нас помните было фундаментальная формула грина и прочие там приятные и понятные объекты вот но сейчас мы эту линию начнем проводить более как бы четко более целенаправленно и если в прошлом семестре например работой методом курье мы обходились простыми функциями экспоненты синусы косинуса ну и что-то близкое к ним то в этом семестре мы существенно обогатим свой аналитический багаж дело в чем вот этот замечательный метод метод фурье метод разделения переменных придуманный в начале девятнадцатого века оказался весьма существенным универсальным пригодным для очень многих разных ситуаций но как всегда в математике бывает с определенными оговорками переход каким-то новым ситуациям с одной стороны сохраняет концепцию а с другой стороны требует каких-то новых технических деталей если на отрезке нам удавалось сохранить но такой как-то элементарный баланс а вот и синусы и полностью обеспечивали наши математические запросы то в многомерных ситуациях они очень жизненно ребят потому что реально рассчитываются какие-то более сложные его там сферы цилиндры нубы и так далее и тому подобное значит вот в этих вот достаточно сложных ну точнее говоря простых но в то же время в чем-то сложных многомерных телах запаса предыдущих элементарных функций нам будет недостаточно и в математике с этой целью пришлось вводить некие существенно новые функции которые заняли очень важное такое торжественное положение в разделе называемом теория специальных функций значит цель этих специальных функций обслуживают вот эти наши многомерные интересы ну и давать некие аналоги вот этих вот простых синусов косинусов и в тому подобных вещей мысль понятно да и но цель этого семестра попросту говоря познакомить вас с этим замечательным разделом чтобы не трепетали услышав словосочетание функции бесселя или полинома лежандра или что еще более сложно присоединенные функции лежандра то есть чтобы все это находило в вашей душе такой естественный отклик и вы понимали для чего это нужно как примерно это выглядит где можно более точно посмотреть этот материал и так далее и тому подобное раздел этот исключительно большой необъятный из-за последние там 200 даже больше там со времен эйлера некоторые вещи развивались 250 лет там созданы такие великолепные массивы как бы вот этих вот данных сведений огромные как бы справочники сейчас все это не только в бумажном но и в электронном виде есть и там в компьютерных программах поэтому иногда я в каких-то моментах буду эти материалы тоже упоминать рекомендовать что-то из литературы где можно что-то посмотреть и это нормально мы не какие-то супер боги и так сказать математические память нас тоже ограничено весьма ну а учебное время еще более ограничено вот поэтому самое главное для нас даже если мы что-то забыли где-то мы немножко там потерялись после нашего университетского образования смочь все это восстановить найти разобраться проконсультироваться с тем кем надо ну и в итоге решить стоящие перед вами задачи понятно да вот это такое предупреждение то есть материал здесь будет во многом более сложный объемный но мы набьем там какие-то ключевые тропы сегодня впрочем никаких специальных функций еще не будет будет некая подготовка к ним мы попробуем обойтись старыми привычными методами но какие-то многомерные схемы для многомерных задач обсудим просто чтобы было понятно откуда собственно граф все и появляется значит метод фурье для многомерных задач давайте так назовем сегодняшнюю тему метод фурье для многомерных задач да на всякий случай метод фурье и метод разделения переменных это практически синонима курье сыграл центральную роль некоторые более любят говорить так метод фурье и покороче получается вот но другие как бы говорят про метод разделения переменных хотя специально не поленюсь первый раз напишу подчеркну разделение переменных а вот начну нас теперь будет многомерная ситуация рассматриваем область омега принадлежащую р н наш н больше либо равно единица то есть одномерный случай пока не исключается он каком смысле ну естественно встраивается в эту шкалу и натуральное число значит как обычно через x я обозначаю такую многомерную x1 и тогда миксен основные интересующие нас случае в этом семестре это n равно двойки тройки то есть случай плоскости лучше трехмерного пространства но многие идеи повторяются и там и там поэтому удобно так вот как бы в общем виде этой злоба напишите пожалуйста ребята рассмотрим многомерную задачу теплопроводности например в r2 там или в r3 или даже на отрезке рассмотрим многомерную задачу теплопроводности двоеточием у по t равняется а в квадрате дельта у в множестве x промежут области омега t больше нуля берем открытые везде промежутки поскольку схема у нас формально это пока не так важно для наших целей значит давайте здесь общее краевое условие напишем гамма у равняется какой-то краевой функции мюм а вот и у x нулевое равняется какой-то заданной функции fiat x ну что здесь есть что здесь дельта главная часть главный оператор это стандартный оператор лапласа vrn d2 по dx1 в квадрате плюс d2 там он dx2 в квадрате плюс и так далее d2 по dxn в квадрате если координат 3 x1 x2 x3 то мы часто заменяем их на x y z там ну с соответствующими оговорками оператор лапласа а в квадрате больше нуля напомню это число называется коэффициент температура проводности проводности гамма классический краевой оператор вида тут возможны варианты в зависимости от того какая задача нам интересно ну первый случай самый простой это гамма у тождественно равняется у на д омега так называемые краевые условия первого рода или условия дирихле значит на границе задана функция и она равна заданной функции мю а вот условия второго рода в этом случае под гамма у мы понимаем производную д у гамма по д ню на д омега где ню как обычно внешняя единичная нормаль а вот сейчас мы все это еще прокомментируем дополнительно ну и наконец последнее третье на практике нам это редко встречается но в принципе может и понадобиться гамма у равняется комбинация д у о д ню плюс аж и также это берется на границе на д омега сочетание двух предыдущих выражений краевое условие третьего рода а вот значит в случае 1 на границе задана температура задана температура в случае 2 на границе задана задан ходящий тепловой поток тепловой поток и в случае 3 это условие теплообмена с окружающей средой теплообмен с окружающей средой ну попросту говоря чем больше перепадок температура между границей вашего тела и окружающей среды тем сильнее тепловой поток тем быстрее тепло отдается например в холодную область ну собственно говоря так примерно есть там вынеси горячий стакан да так сказать на морозное крыльцо вы увидите он гораздо быстрее остынет чем там дома ну условно говоря за счет вот этого более мощного теплового потока значит здесь ню еще у нас появилась это ню от игрек или ню от игрек со значком вектора игрек в этом случае точка на границе а это внешне единичная нормаль в точке игрек принадлежащей до омега и если нормаль внешняя то это входящий тепловой поток производная по внешней нормали дает нам противоположную по направлению тепловой поток значит тепло будет входить в область если производная по внешней нормали положительная граница горячая внутри холодно тепло с границы потечет внутрь понятно да ну и аж вот этот вот который здесь фигурирует аж больше нуля это положительный коэффициент коэффициент теплообмена с окружающей средой то есть вот сразу все эти модели мы как бы вот в этой единой схеме в этой единой задачи 1 учитываем значит функции мю и фи считаем заданными заданными у равная у от хт неизвестно ну надо найти внутри области омега при т больше нуля вот при сделанных каких-то уточнениях оговорка которые дальше еще тоже могут понадобиться смотрите ребят на самом деле в таком виде задача содержит огромное количество произволов но во первых размерность любая область но понятно достаточно большой выбор естественных областей зависящих от размерности правильно да но скажем если на прямой мы берем чаще всего просто интервалы то на плоскости мы можем брать уже круглые области круги эллипсы какие-то близкие родственные фигуры или прямоугольники правильно да или там треугольники что-то еще в зависимости от ситуации в трехмерном пространстве там еще больше выбор он очень большой ну и так далее и тому подобное значит то есть в этой схеме размерности и области как бы достаточно произвольные краевые условия произвольные данные задачи мю и фи мы тоже там как-то задаем то есть на самом деле здесь огромное количество разных произволов тем не менее несмотря на это схеме решения подобных задач присущи некие общие принципы и давайте мы сейчас на первой лекции их четко проговорим потому что вы похожие вещи будете делать в других уже частных ситуациях ну единственное мне бы хотелось от функции мю избавиться это там разными способами достаточно легко сделать давайте отметим что считаем что мю тождественно равно нулю это не принципиально на самом деле но позволяет нам сразу перейти уже методу разделения переменных для этой задачи а вот начну и дать попробуем проанализировать посмотреть что тут будет получаться диспозиция понятно ну поскольку вам придется переписать давайте я тоже вместе с вами перепишу значит у нас считаем что мю равно нулю пишем и рассматриваем однородную задачу и рассматриваем однородную задачу и и рассматриваем однородную задачу двоеточие у по t равняется а в квадрате дельта у x принадлежит области омега t больше нуля гамма у равняется нулю у от x 0 равняется функции фи от x фи задано значит это будет у нас задача с номером 1 с ноликом потому что однородное краевое условие и неизвестные функции у зависящие от икста рассуждали конечно формально но главное уловить идеи значит решение метод фурье ключевая идея прежняя ну нельзя сразу все требовать в сложной ситуации надо добиваться своего по частям правильно да так за шагом стэп бай стэп вот как бы да здесь этот принадлежит этот принцип как раз и реализуется в виде вот этой вот классической схемы мы начинаем с того что ищем так называемые частные или элементарные решения имеющие следующий вид у от икста есть ну какая то функция у большое завище от x на t большое завище от t с разделяющимися переменными то есть разделив пространственную и временную координату требует чтобы эта функция была отлично от тождественного нуля потому что ноль нам не интересен ноль и так удовлетворяет уравнению мы про него все знаем ноль есть ноль значит данную функцию мы подставляем в уравнение и следовательно получаем u большой от x на t штрих на t штрих завище от t равняется t завище от t без штриха на а в квадрате ну или лучше так а в квадрате наверное к t от t приписать сразу так будет удобно на дельта u большой от x в силу очевидной линейности дифференциальных операторов у нас такое произойдет распределение правильно да отсюда мы получаем следующую пропорцию напоминающую то что было у нас в прошлом семействе т штрих по t разделить на а в квадрате t от t равняется дельта u от x разделить на u от x поскольку элементарное решение отлично от тождественного нуля да то ну много где делить можно и мы получаем вот такое вот равенство для двух функций разных переменных равенство возможно только если каждая из этих частей является константой как мы помним удобно эту константу обозначать через минус лямбда почему минус ребят ну потому что итоговые возникшие значения лямбда должны быть положительные нам так удобно чтобы знак как бы явно был выделен а значит числа возникающие в задаче были бы положительные правильно да на самом деле знак здесь в некоторых ситуациях дальше мы увидим у нас ситуации будут самые разные довольно ветреватые иногда я буду ставить минус иногда плюс но как бы происходит все это апостериоре то есть после опыта кто-то прорешал эту задачу понял какие знаки там должны быть понятно да ну и эти знания мы сразу учитываем просто чтобы не переписывать не махать тут тряпкой у доски как бы не исправлять эти знаки под нужную ситуацию можно конечно написать так но тогда в неприятных местах какая-то будет отрицательность там у этих чисел и так далее то есть придется это тоже как-то корректировать договорились да правило такое всегда выбираем знак в этой пропорции так чтобы итоговые возникающие числа были не отрицательны значит написав вот это вот значит учтя что это константа мы получаем соответствующее уравнение для функции дубль в большой дельта дубль в от x плюс лябда дубль в от x равняется нулю где в области омега в области омега обратите внимание несмотря на склонность тем что было раньше это достаточно сложное уравнение оно может быть многомерное и содержит в себе оператор лаплас то есть не такой простой объект но мы пока работаем формально и от всех трудностей абстрагируемся помним что надо делать дальше мы будем искать те решения которые хорошо согласованы вот с этими краевыми условиями вот и тогда у нас как бы ну будет вот комфорт и счастье причем важно что условия здесь нулевые потому что потом мы когда складываем эти функции мы всегда этот ноль на границе сохраняем мысль понятна да с нашим опытом пишем добавляем краевые условия из исходной задачи добавляем краевые условия из исходной задачи и получаем вот здесь не говорят уже задачу стурма-лювиля стурма-лювиля всегда задачи одномерные на интервале ноль или там что то такое а здесь получаем спектральную задачу и получаем спектральную задачу в общем виде лучше сказать так вот пишем тоже самое уравнение дельта у от х плюс ламда у от х равно нулю в области х принадлежит омега и в систему сюда добавляем еще краевые условия из исходной задачи гамма у равняется нулю с тем же точно тем краевым оператором который был у нас в исходной системе один с нолик это согласование очень важно не проведение такого согласования грубая ошибка за этим надо всегда внимательно следить ребят ну вот дальше как бы да вот это задача назовем ее два играет центральную роль центральную роль тоже согласие с нашим опытом она дает вот некую полную систему функций по которых мы дарь по которым мы дальше будем все расклад абстрагируемся сейчас вот вопроса как искать спектр этой задачи да ну что ищет спектр понятно да дать запишем короткую фразу требуется найти значение лям до запятая при которых задача 2 имеет нетривиальное решение у от x отлично от рождественного нуля нулевое решение есть при любом лямбда но оно нам не интересно ну даже отталкиваясь вот от этого что у нас написано здесь правильно да нам сюда нужно какие-то интересные функции подставить вот они и ищутся и соответствующие им значения лямбда ищут совокупность весь такой набор этих лямбда и значит соответствующих собственных функций образует спектр этой спектральной задачи ну вот допустим что мы его нашли и каким то образом записали как мы увидим в общем виде это может быть довольно непростой вопрос спектр лямбда равняется лямбда к это собственные значения у от x равная у катая от x это собственные функции вот именно они должны быть отличными от тождественного нуля ну и к это некоторый счетный индекс некоторый счетный индекс ну то есть собственных значений всегда счетное число а вот как их заиндексировать это отдельная и может быть очень нетривиальная задача сразу хочу сказать что в многомерных ситуациях вопрос вот об индексации он гораздо более тонко и глубоко интереснее стоит чем в одномерных случаях если бы сложную задачу по-настоящему рассматривать там например индекс может быть двойной то есть к это м , н что-то типа этого да есть собственное значение лямбда с индексами 3 4 а есть собственное значение лямбда с индексами 4 3 там ну и они вот как-то на предназначение там такие ну очень масс масса всяких нюансов понятно да но как там их заиндексе как там это нашли пока считаем к вот так но условно говоря какой-то счетный сейчас нас он интересует потому что мы его подставим вот сюда пишем подставляем лямбда к в пропорцию значит следовательно т штрих т разделить на а в квадрате т от т должно равняться именно вот этому минус лямбда к т данное уравнение эквивалентно такому т штрих т равняется минус а в квадрате лямбда к т от т ну и мы видим что здесь у нас простейшее обыкновенное дифференциальное уравнение типа радиоактивного распада его решение экспонентно а вот мы можем записать вот это вот т.к.т. ну как некий коэффициент м к т пусть он присутствует на не в степени минус а в квадрате лямбда к т где м к т некоторое число ну от него мы требуем чтобы она не равнялась нулю например для простоты на первых парах можно брать в качестве м к т единицу одному и тому же индексу соответствуют вот эти два компонента функция т.к.т. и соответствующая собственная функция у к т от x мы должны совместить их вот сюда в эту формулу и получаем счетный набор элементарных решений правильно да чуть отступив пишем получаем счетный набор элементарных решений получаем счетный набор элементарных решений за которые мы боролись у к т от x т есть у большое к т от x на е в степени минус а в квадрате лямбда к т от т ну или экспонент можно вперед поставить тоже непринципиально как это написано где к это по-прежнему некоторый счетный индекс повторяющий индекс из этого спектрального условия из этой спектральной задачи что можем сказать про эти решения хорошего ребят смотри во первых мы их построили так что все эти решения удовлетворяют уравнению теплопроводности раз и второе каждый из них удовлетворяет нужному нам однородному краевому условию правильно да пишем пишем они ну то есть эти решения удовлетворяют уравнению теплопроводности и однородному краевому условию ну а значит и вот это замечательная идея фурье то их достаточно произвольная линейная комбинация но не в обычном смысле а в смысле ряда получающегося да значит ну при некотором правильном условии на коэффициенты этого ряда тоже будет удовлетворять и этому уравнению в силу линейности уравнений и тому же краевому условию в силу однородности краевого условия и линейности его правильно да пишем рассматриваем общее решение вида маленькая текстом есть сумма по всем значениям к ну мы не знаем как мы заменовали поэтому просто пишем пока значит здесь стоят какие-то коэффициенты ну пусть они будут акаты у нас сейчас на е в степени минус а маленькая в квадрате лямбда ката это на у большой ката от x где аката это некоторые числовые коэффициенты вы знаете на самом деле вот эта идея очень часто используется и в математике и физики в разных ситуациях физики придумали очень хорошее название мне оно нравится принцип суперпозиция я не помню говорю в том семестре нет да давайте запишем принцип скобочка так как комментарий принцип суперпозиция общее состояние линейной системы есть есть бесконечная линейная комбинация ее ее элементарных состояний ее элементарных состояний и вот так и раз когда вы в неформальном плане используете эту идею нашли какой-то счетный набор бесконечно элементарных состояний а потом берете и рассматриваете произвольных линейные комбинации вы используете вот этот принцип суперпозиции его надо уточнять его надо детализировать но идея понятно ребят да и у нас остается последний шаг начальные условия который мы еще пока ни разу не воспользовались подставляем сюда значение т равное 0 получаем у от х 0 есть сумма по к а ката замечательные свойства экспонента они все обращаются в 0 они все обращаются в единицу на у большой кат и от х все это должно равняться пи от х ну вот то что мы сейчас получили в общем виде называется рядом фурье ряд фурье для пи от х по системе вот этой самой у кат и от х и по всем вот этим самым индексом к и в области омега можно еще добавить коэффициент а ката находится под тем же формулам фурье потому что в курсе функционального анализа у вас ну скорее всего эта тема рассматривалась достаточной общностью у большой кат и от х образуют полную ортогональную систему вот с какой-то там индексацией мы раскладываем в ряд и формула для коэффициентов фурье получается совершенно стандартным образом вопрос а да 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 ну имеется ввиду что вот система по всем этим к можно ввести множество индексов какой-то там условно говоря если вам там не нравится каприн и там условно ажи это вот эта система индексации которую мы там предложим она может быть достаточно сложной запутанный в разных ситуациях по разным понятно да значит тогда вот здесь напишем каприн и жилье все это требует серьезных доказательств но мы сейчас схему всегда как бы всех ситуациях с которыми мы будем сталкиваться это будет так да ребят вот эта схема она действительно универсальны на самом деле огромное количество пропущенных моментов но просто вот сейчас поглядим на все это высоты птичьего полета значит и в результате но дать прям запишем тогда честно правило система укаты от x вот вот это вот который здесь написано является ортогональной и полной если область не слишком извращенная какая-то не содержит каких-то исключительных патологий то все это удается доказать а вот значит следовать на коэффициенты оката находятся по формулам фурье коэффициенты оката находятся по формулам фурье ну а именно оката это есть единица разделить на квадрат нормы вот этой самой функции уката от x в квадрате интеграл по области омега и от x на функцию уката от x по dx ну при любом значении к интеграл интеграл мы понимаем как скалярное произведение в области омега в пространстве соответствующий квинт ну проще всего мыслить это вольт 2 в этой области и формально задача считается решенной значит есть у нас вот такая вот формула ответа где коэффициенты ищутся по таким правилам чуть отступив так вот аккуратно и напишем формальный ответ формальный ответ к задаче 1 к задаче 1 вот xt равняется сумму по всем к аката на е в степени и минус а маленькая в квадрате лямбда катое t на у большое катое от x где а катое это есть единица разделить на норму у большое катое в квадрате интеграл по области омега и от x на у катое от x до x да ну я не написал по моему прошлый раз давайте все таки исправлю этот недосчет что такое у катое по норме в квадрате все наверное поняли лучше четко написать что это интеграл по области омега у катое от x в квадрате по dx это некие числовые константы когда область омега фиксирована краевое условие фиксировано набор таких соответствующих констант там получается или как говорят еще нормирующих множителей 1 0 конечно 1 0 формальное решение задачи 1 0 с однородным краевым условием но в случае не однородного условия там надо легкие предварительные преобразования делать скажем так ребят схему узнаете вот самое замечательное что она переносится на огромное количество разных ситуаций значит вот эта формула у нас будет 3 а вот и формула 3 дальше конечно надо обосновывать дело все это не простое требует уже погружение в конкретный материал но формально вот эту схему можно реализовать и на самом деле опыт предшествующих поколений получить показывают что по ней получается хорошо особых проблем с ней не возникает когда вы там работаете с этими формулами проводите расчеты и т.д. и т.п. чуть отступив пишем ключевую роль в обоснованиях формулы 3 играют спектральные свойства задачи 2 задачи 2 задачи 2 в конкретных ситуациях ее надо исследовать конкретно но некие общие характеристики можно всегда сказать значит ну мы считаем здесь что омега это ограниченная область в РН ну скажем из класса гаусса астроградского чтобы не возиться дальше там со всякими дополнительными комментариями а вот значит как только мы это предполагаем то тогда есть некий набор свойств которые достаточно нетрудно установить набор основных свойств набор основных свойств что можно показать в этом случае цифра 1 собственное значение 2 всегда вещественные абсолютно строго аккуратно и не очень сложно кстати доказывается то есть здесь не могут не может быть комплексных собственных значений на практике это означает что у вас вот в этих задачах теплопроводности про которые мы говорим не может быть всяких пульсирующих режимов там с перетеканием вот таких вот температур ну и так далее то есть как то все идет по вот этим вот то есть в этой экспоненте всегда вещественный показатель понятно да он не порождает никаких синусов и косинусов дальнейшем раз они вещественные можно попробовать уточнить дальше 2 оказывается также не сложно показать что собственные значения 2 всегда не отрицательны а это важно потому что при ты больше 0 в этих экспонентах оказываются отрицательны уже показатели правильно да и при ты больше 0 эти множители с экспонентами не портят сходимость ряда наоборот даже очень сильно улучшают потому что здесь получается е в степени минус и при больших то этот множитель вообще становится ничтожно мало видно ребят да это очень важная характеристика и с математической и с физической точки зрения цифра 3 может ли быть 0 собственным значением может но только в одном исключительном случае лямда нулевое равное нулю является собственным значением когда друзья тогда и только тогда когда гамма у тождественно равняется ду дню на д омега то есть тогда и только тогда когда у нас краевое условие или краевой оператор второго рода причем на всей границе знакомы ведь это нам фактически по прошлому семестру да только одна была задача штурма любили порождающие собственные значения лямда нулевое равное нулю да значит это задача где их штрих в нуле было равен нулю и их штрих в точке ли равен нулю то есть второго рода оператора правильно да с физической точки зрения это означает что граница что теплоизолировано краевой поток тепловой поток на границе равен нулю правильно да в этом случае теплу некуда деваться и появляется в этой формуле одна единственная мода которая на бесконечности к нулю не стремится а стремится коэффициенту а нулевое который в точности равен среднему значению температуры в области омега в начальный момент времени значит давайте продолжим эту цепочку припишите паузу тогда и только тогда когда д омега является теплоизолированной теплоизолированной все это аккуратно доказывается но вы знаете за традиционной нехваткой времени я не буду на этом останавливаться просто вот отмечу что это есть если вдруг кого-то заинтересует я могу себя в архивах копаться местом достаточно аккуратно листочки где просто все это расписано во всех деталях и можно будет изучить и при желании приобщить к своим знаниям эти доказательства окно еще пара таких менее формальных комментариев смотрите в многомерном случае в случае в отличие от одномерного некоторым собственным значением лям дк могут отвечать отвечать различные собственные функции ну имеется ввиду конечно различные линейно независимые собственные функции где одна не выражается через остальные но таких собственных функций всегда будет конечное число в скобках но их всегда конечное число но их всегда конечное число в одномерном случае мы привыкли что есть собственное значение для него одна с точностью до умножения константа собственные функции здесь не так здесь ситуация более сложная как не удивительно но вот эта тематика может быть я при случае покажу она связана даже с некоторыми задачами из теории чисел а вот и там в некоторых ситуациях вот как бы вопросов там решение всяких диафантовых соотношений дают очень красивые ответы сколько там может быть собственных функций в том или другом случае ну смотрите совсем просто раз уж заговорил число 65 да чем интересно ну так не скажешь да но если знать контекст вы понимаете что с одной стороны это один плюс 64 да а с другой стороны это 49 плюс 25 плюс 16 49 плюс 16 конечно правильно да я все верну ну идею все понимают да наш 55 это ну такое достаточно элементарное число которое представима в виде суммы квадратов двумя принципиально разными способами ну как ни странно это приводит к тому что для некоторых задач в квадрате до для уравнения уравнение лапаса там второго порядка уиксикс плюс у игорь игорь вот этому собственному значению 65 будут отвечать ну попросту говоря принципиально разные собственные функции одна но что-то типа там синус икс умножить на косинус или там на синус 8 игорь а вторая будет там синус 7 икс умножить на синус 4 игорь при соответствующем там выборе параметров стороны так мысль понятного то есть ну вот такие вот любопытные закономерности тут встречаются и даже из-за этого иногда специалисты по матфизике обращаются к теоретике к числовикам за консультациями и последнее ну совсем уж неформальное замечание цифра 5 вопрос об индексации об индексации спектра достаточно сложен и должен рассматриваться отдельно то есть им не стоит пренебрегать и надо очень четко это дело описывать ну если совсем так огрубить вот идею того высказывания которое я хочу сказать ребят для того чтобы эффективно работать методом фурье в разных ситуациях мы должны уметь работать вот с этими спектральными задачами вида 2 в разных размерностях разными областями омега ну и как бы еще хорошо при разных краевых условиях но самое главное для нас в разных размерностях и в разных областях понятно да к сожалению переход к высоким размерностям приводит к тому что свойства этой задачи усложняются и часто не всегда но часто запасы элементарных функций для ее решения уже не хватает если например вы работаете в каких-то там цилиндрических областях да круговых при решении подобных задач у вас часто возникают так называемые цилиндрические функции или функции беселя если вы работаете в шарообразных областях в р3 которые очень важны для астрономии то у вас возникают эрические функции шаровые функции функции ли жанра и функции другого класса все это генерирует это вот задача 2 понятно в зависимости от контекста и вот как раз мы это и будем с вами там изучать и рассматривать конкретизировать но для разных самых случаях но конечно есть ситуации где все-таки все делается элементарно давайте вот остаток нашей лекции им посвятим чуть отступив пишем имеются ситуации где задача 2 решается элементарно где задача 2 решается элементарно где задача 2 решается элементарно ну абсолютная классика то что мы знаем у 2 штриха от x плюс лямбда у от x равняется нулю где x у нас одномерная от нуля до l ну краевые условия скажем первого рода у от нуля равняется нулю у от l маленькая тоже равняется нулю то есть омега это есть интервал от нуля до l он принадлежит r1 n равняется 1 про эту задачу нам в общем то все хорошо известно она в каком-то смысле тоже важно не надо про нее забывать ситуация понятна да но ответ нам тоже хорошо известно значит здесь x у нас равняется x1 ну просто как x мы его тогда записываем это одно и то же спектр конечно мы выпишем сразу значение лямбда катая здесь пи к разделить на l квадрате это собственные значения они все строго положить у катая от x это есть синус и к x разделить на l ну а к здесь натуральное число натуральный индекс индексацию кстати полезно тоже сразу указ но вы знаете вот удивительное дело в многомерных ситуациях есть одна совершенно исключительно который позволяет почти такое же элементарное решение получить об этом пример 2 пример 2 это трехмерный сферический симметричный случай симметричный случай симметричный случай Омега, ну пусть это будет простой карр Б, Р с центром в нуле в Р3. Обозначение понятно, да? Те же, что в том семестре. Ну, Б, шар, болт. А вот радиус Р с центром в нуле. Рассматриваем. Дельта У от Х плюс лямбда У от Х равняется нулю. Х мы берем из этого самого шара. Ну, а на границе, давайте для простоты возьмем условие первого рода. Функция У, когда модуль Х равняется Р, равняется нулю. Ну, в таком вот виде это еще задача сложная, но такое вот дополнительное упрощение. Или дополнительное предположение. Давайте представим, ребят, что нас не все сейчас интересуют собственные значения и собственные функции, а только те, которые являются сферически симметричными. Ну, то есть, зависят только от радиусу, попросту говоря. При повороте вокруг начала координат на любой угол они переходят сами в себе. Значит, так, дополнительное предположение, которое мы делаем, то функция У. Есть функция только от радиуса Р, где Р малая, это модуль Х. В копках можно пометить, это сферически симметричный случай. Мы знаем, что для таких функций оператор Лапласа Дельта У приобретает следующий вид. Единица разделить на Р в квадрате Д по ДР от Р в квадрате Ду по ДР. И даже более того, поскольку у нас функция одной переменной Р, то можно Д по ДР частное заменить на Д по ДР обыкновенной. Ну, откуда мы это знаем из прошлого семестра? Помните, там формула была в общем виде, да? В ферически симметричном случае Лапласиан единица разделить на Р в степени Н минус 1, а у нас трехмерный, Д по ДР, Р в степени Н минус 1, Ду по ДР, правильно, да? Обратим внимание на одну важную особенность. Она нас, кстати, будет весь семестр преследовать. То в этой вот замечательной такой вот замены преобразования есть патология. Р равно нулю, особая точка, да? Вот этого выражения. Значит, оно приобретает особенность. Особая точка. Откуда она берется? Фактически мы переходим сейчас к сферическим координатам. А у них, ну, потом обсудим этот вопрос поподробнее. В нуле особенности, когда они вырождаются там в каком-то смысле. Некоторые углы там не определены. Вот. Нельзя дальше для R меньше нуля двигаться. Еще что-то такое. Вот. Припишите, пожалуйста. Из-за особенности сферической системы координат. Значит, это приводит к тому, тоже продолжим мысль. Приводит к тому, запятая, что в уравнении могут появляться решения неограничены при R, стремящемся к нулю с плюса. То есть в точке 0 решения, отдельные решения этого уравнения могут быть неограничены. Но они не физичны. Потому что в шаре у нас задача должна иметь хорошее решение всюду, в том числе и в начале координат. Понятно, да? Пишем, они не физичны. Точка. Поэтому вводят дополнительные условия в таких ситуациях. И оно у нас постоянно тоже будет появляться. Модуль у в нуле. Условия меньше бесконечности. Условия ограниченности. В нуле. В нуле. Именно так его и надо трактовать. Среди всех условий мы берем только те, которые являются ограниченными в нуле, принимают там конечное значение. Краткая запись вот этой мысли. Связку уловили примерно, да? Там как бы так. Ну, смотрите. В итоге вот эта вот спектральная задача, которую я написал, приобретает следующий вид. Напишите, пожалуйста. В итоге спектральная задача принимает вид. Принимает вид. Единица на r в квадрате. d прямое по dr от r в квадрате. d у большое от r по dr плюс лямда у большое от r равняется нулю. Значит, это уравнение с оператором Ла-Паса в сферически симметричном случае. Ну, на интервале напишем r от нуля до r большой. Я пишу осторожный интервал, потому что все-таки вырождение есть в этом уравнении. r равное нулю сюда как-то не очень хорошо подставлять. Ну, а r большой за компанию тоже, чтобы ноль не обижался. Сейчас это не принципиально. Дальше. Мне нужно условие ограниченности в нуле. u от нуля меньше бесконечности. Ну и нулевое условие на границе сферы u от r большое равняется нулю. Ребят, видно? Переход отсюда сюда, понятно, да? А вот. Ну вот, казалось бы, тоже не очень приятное дифференциальное уравнение. Ну, конечно, второго порядка так оно выглядит. Но, вы знаете, вот какие-то чудеса иногда в мире случаются, и что-то такое заложено, что именно здесь, вот в этом случае, трехмерном, то есть, когда здесь стоит двойка, вот здесь и здесь, это уравнение можно привести к очень красивому виду при помощи некой элементарной замены. Она замечена очень давно. Давайте я вас с ней ее вас с ней познакомлю. Дополнительная замена. Смотрите, я буду искать вот эту функцию u от r в виде, ну, скажем, v большой от r разделить на r. Ну, и v это новая неизвестная функция. Ну, надо аккуратно пересчитать этот оператор, да, значит, что у нас там получается. d, u большое от r по d r. Это есть. Ну, дробь вроде бы все не очень просто, придется посчитать. Значит, это есть v штрих от r умножить на r минус v от r умножить на единицу, единицу не пишу, разделить на r в квадрате. Да? Элементарный. Первый курс матанализа. Значит, дальше что у нас там? r в квадрате на d u от r по d r. И смотрим, этот квадрат нам очень пригодился. То есть, получается, v штрих от r умножить на r минус v от r. Неожиданно выражение как-то упростилось. Теперь еще раз дифференцируем. d по d r от r в квадрате d у от r по d r. Получаю v2' от r умножить на r плюс v' от r умножить на единицу минус v' от r. Удивительно. Дифференцирование, которое чаще всего запутывает ситуацию, здесь неожиданно все упрощают. Значит, получается v 2' от r умножить на r. Ну и, соответственно, вот этот оператор дельта u, которая равняется единице разделить на r в квадрате d по d r от r в квадрате du большое от r по d r в итоге равняется v 2' от r разделить на r. Видно, ребят? Всем все понятно. То есть, смотрите, вот этот хитрый такой вот криволинейный оператор, он на такой замене как бы выпрямился. Он превратился просто в обыкновенную производную второго порядка. Ну, естественно, второго, да? Поскольку исходный был второго. Второго порядка, но только от числителя. А знаменатель в этой формуле остался фактически не тронут. Ну, вот такая вот математическая эстетика, такие чудеса бывают. Запишите, пожалуйста, это в рамочке, это очень полезно. И вы часто будете этой заменой пользоваться. Она в любой момент может понадобиться. Это такой золотой фонд матфизики. Значит, что надо записать? смотрите. У от r равняется v от r делить на r. Значит, мы берем, вот делаем такую замену. замену. Следовательно, дельта у большой от r, которая равняется единице разделить на r в квадрате d по dr от r в квадрате du от r по dr в таком случае дает нам v 2 штриха от r разделить на r. И вот это преобразование очень полезно. помнить, имеет дело с трехмерными периодически симметричными задачами. Всем все понятно? Нет сомнений? Ну, а теперь смотрите. Значит, я эту использую замену в спектральные задачи. Пишем, используем в спектральные задачи. что у нас здесь будет получаться. Дифференциальный оператор перейдет вот в такой вот v2 штриха от r разделить на r плюс лямбда v от r разделить на r равняется нулю. Ну, на интервале, скажем, r от нуля до r большого. Правильно, ребят, да? Дальше. Требуется, чтобы вот это выражение v от r разделить на r и r равном нулю было бы обязательно ограниченным. Ну, и требуется, чтобы выражение v от r разделить на r большое равнялось бы нулю. Дальнейшее преобразование понятное. В уравнении мы на r малое можем просто сократить. Это, ну, как бы общий знаменатель. На нашем интервале он положительный. Значит, мы получаем вот такое вот уравнение. v2 штриха от r плюс лямбда v от r равняется нулю на интервале r малое от нуля до r большого. Теперь смотрите, ребят. Значит, для того, чтобы вот эта величина была ограничена, знаменатель стремится к нулю. Числитель тоже должен, ну, как минимум, стремиться к нулю. Правильно, да? Значит, ну, и я заведомо должен потребовать, может быть, этого не хватит. Этого хватит. Ну, я должен требовать, чтобы числитель обращался в ноль. Правильно, да? Значит, я пишу сюда v в нуле равняется нулю. Ну, а здесь все понятно. v от r большое равняется нулю. Узнаете? Понятно? И переходы есть. Логика. Вот. Ну, вот такие вот бывают замечательные чудеса. А спектр ведь той задачи, вот он, собственно, написан, нам только буквы надо перекодировать. x заменить на r, l заменить на r большую. Правильно, да? И сразу написать этот спектр. лямбда ката это есть пи к разделить на r большое все это в квадрате. v ката от r маленькая это есть синус пи k r маленькая разделить на r большое k принадлежит n. ну, как обычно в задаче с заменами надо вспомнить, что все-таки нам не v было важно, а функция u. вернуться к исходной вот к этой, ну, или к этой спектральной задаче и написать сферически симметричный спектр в исходной задаче. Давайте запишем сферически симметричный спектр в исходной задаче. Значит, то есть, ну, вот здесь вот у нас функция лямбда ката и те же, да, все-таки их напишем аккуратно из уважения. Лямбда ката это есть пи k маленькая разделить на r большое все это в квадрате, а u большое ката от r это есть единица разделить на r на синус и k r маленькая разделить на r большое ну, и k здесь принадлежит натуральным числам. Вот так выглядят эти решения. Их, кстати, можно рассматривать при всех r не обязательно отрезки 0 r продолжать дальше и тогда они очень интересны. Значит, это синусоиды, но амплитуда как степень единицы на r стремится к нулю на бесконечность. Правильно, да? Значит, вот такая функция такого типа называется сферической волной. у от r вида единица на r на синус альфа r называется сферической волной. называется сферической волной. То есть здесь в собственных функциях у нас не синусоиды, а такие вот получающиеся из них сферические волны с убывающими амплитудами. Кстати, полезно обсудить один вопрос, ребят, как раз коротко для конца лекции. Значит, смотрите, мы говорили про вот эти вот особенности в нуле, вводили вот это вот условие, которое нам дало вот это. Вот помните, там у от нуля меньше бесконечности и так далее, да? Вот, давайте посмотрим, нет ли у этой функции каких-то патологий в нуле, да? Значит, вот что тут происходит? Ну, легко сообразить, что нет. Во-первых, она является непрерывной в нуле. Потому что здесь в чистом виде замечательный предел, правильно, да? Вот. дать прямо в этих же скобках такой короткий комментарий. Особенностей в нуле нет. Особенности в нуле нет. Непрерывность получается сразу. Значит, мы считаем предел при р малое стремящимся к нулю с плюса вот этой функции у от r это есть предел при r стремящемся к нулю с плюса синус альфа r делить на r который равен альфа. Это конечное число у нас. Но даже больше того альфа можно считать больше нуля. да? Но задумавшись чуть глубже мы понимаем что мы хотим больше. Нам ведь надо подставлять это куда? Вот сюда в лаплосян в конечном итоге. То есть считать в нуле в том числе первые и вторые производные. Возникает вопрос а будет ли эта функция дифференцируема? а дифференцируемость Понятно? Это важно. То есть смотрите в исходном уравнении в нуле никаких проблем не было. Точка 0 с точки зрения лаплосяна точно такая же как остальные. Правильно? Потом мы насильно сделали эту особенность переходя к сферическим координатам как-то с ней поборолись непрерывности добились но будет ли дифференцируема? И в чем тут проблема? Там по себе r радиус функция в нуле плохая не дифференцируема. Это очевидно? вот r правильно, да? Смотрите на него в нуле, ребят. Я, скажем, хочу частную производную d под x1 посчитать в нуле. Значит, что я должен сделать? x2 равно 0 x3 равно 0 изменение по оси x1 идет. Видите x1, да? Значит, что получается? Корень из x1 в квадрате это что такое? Модуль x1 в нуле недифференцируемая функция. У нее нет касательной. Правильно, да? Мысль понятна? Аналогично по всем остальным координатам и дифференциала там тоже нет. То есть эта функция недифференцируемая в нуле. То есть когда у вас появляется в выражениях r, вы в нуле с ним должны быть осторожны с точки зрения дифференциальных операций. Но у нас-то смотрите, как все устроено. у нас синус альфа r делить на r. Да? Как мы можем проанализировать? Ну, чуть более тонко единицу на r за скобку, а синус можем, например, в ряд по степеням r разложить. Ряд везде сходит. Значит, что это такое будет? Это будет альфа r разделить на один факториал плюс прошу прощения, минус, конечно, альфа в кубе r в кубе разделить на три факториал плюс альфа в пятой r в пятой разделить на пять факториал минус и так далее. Видно? Значит, на r это ведь надо делить, поэтому получается альфа разделить на один факториал минус альфа в кубе на r в квадрате разделить на три факториал плюс альфа в пятой на r в четвертой разделить на четыре факториал плюс минус и так далее. На пять факториал, конечно. Ну, нетрудно записать общее выражение в виде ряда сумма по к там и так далее. Но нам важно не это. Ребята, что мы должны увидеть? Это ряд по каким степеням r идет? Да. Ряд по счетным степеням r в степени 2k, да? А вот r в степени 2k это ведь x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 в квадрате в степени k. Корень был, корень нет. Многочлен, правильно, да? Многочлен в степени 2k. То есть та особенность, которая могла нам помешать, на самом деле у нас в нашей функции исчезает. Ряд получается по четным степеням k, он по четным степеням r всегда дифференцирует в нуле. Чем ближе к нулю, тем он лучше. Ну, как обычно для степенных рядов. Понятно, да? Последняя фраза в этой скобке. Ряд по четным степеням r дифференцируем в нуле. Корни бесследно пропали. Проблема нет. Мысль понятна? Я не знаю, почему вот так мир устроен, но вот этот трехмерный сферический симметричный случай выделяется своей понятной такой простотой, и вы эту замену, которую здесь в рамочке, тоже будете использовать на семинарах в ближайшее время много раз, увидите ее полезность. Запомните ее, обратите внимание, мы ее вывели. Ребят, ну вот смотрите, а если мы ту же самую задачу делаем не в R3, а в R2, на плоскости, круге, в чем будет отличие в этой спектральной задаче? Там ведь у нас будет не единица на r в квадрате, а единица на r, dpdr, r умножить на dupdr, правильно, да? Казалось бы, проще. А тем не менее, уравнение станет принципиально сложнее. Такой красивой замены для него нет, и для того, чтобы решать точно такое же аналогичное уравнение на плоскости, казалось бы, проще, нам понадобятся функции Бесселя индекса 0. Без них никак не обойдешь. Это принципиальное решение этого уровня. Ну вот мир так витиевато устроен. Почувствовали, да, направление этого семестра? Вот с этим мы всем будем знакомиться, и нас ждет много-много интересного. Все, спасибо, до свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова